Всем привет! В этом видео поговорим о том, что премьер Армении перестал себя считать союзником России. Глава правительства Армении Никол Пашинян накануне подписания исторического документа мирного соглашения с Азербайджаном заявил о том, что Россия не является союзником Армении. Указанные слова армянский чиновник произнес в эфире американскому телеканалу CNN. Фрагмент указанного интервью размещено на официальном ютуб-канале правительством Армении. До этого Пашинян дал интервью чешскому изданию «Респект», заявив о том, что санкции стран Большой Семерки против России стали красной линией для Армении. Не в том смысле, что армянское руководство эти санкции не поддержит, а как раз наоборот. Пашинян заявил, что Армения больше не может подвергать себя риском и не хочет портить отношения с западным миром. При этом мир и нормальные экономические отношения с Россией для Армении, судя по всему, не столь важны. Однако возможный разрыв экономических связей с Россией может дорого обойтись армянской экономике. Портал ЕвроАзия.нет сообщил, что по итогам 2022 года Россия закрепила свои позиции в качестве крупнейшего экспортного рынка для армянских компаний. Товарооборот с России и экспорт армянских товаров в России вырос на 80%. Армения извлекла максимальную выгоду от антироссийских санкций. ВВП Армении продемонстрировал рекордный рост на 14,2%. Рост промышленного производства в стране составил 7,8%. По словам Пашиняна, произнесенным им в январе 2023 года, росту армянской экономики способствовал приток российских граждан и компаний в Армении. Нет сомнений, что ухудшение отношений с Россией быстро приведет к обратным последствиям. Стоит отметить, что мирная инициатива Пашиняна по добровольному отказу от территориальных притязаний на Нагорных Карабах резко критикуется простыми армян. Однако армянский пример преподносит эту инициативу как попытку улучшить отношения с Западом, что якобы позволит добиться армянской экономике еще больших успехов. Естественно, что Запад рассматривает Армению не в качестве важного экономического партнера, а лишь в качестве нового очага напряженности вблизи российских границ.